Тайна рождения Леонарда Леонарда при жизни еще своей, он был очень знаменит, уже в то время создавались какие-то определенные мифы, но первый миф, о котором мы логично говорим, это то, что связано с его рождением. Самый известный миф, который появился в 90-е годы, с началом развития бурной эзотерики и прочего в этом роде, это то, что Леонарда это человек из будущего, вот что-то в стиле марио-вского щита. Да, вот. Что, естественно, это объяснялось тем, что он якобы прогрессивный очень, и это не мог придумать человек того времени, хотя там в то время даже бонды эти, кто бочки клепали, они писали научный трактат. Это было очень прогрессивное время, и люди, у которых были деньги, они занимались наукой, потому что, ну вернее, как преднаукой, потому что это было просто популярно. И Леонардов в этом плане был, конечно, более продвинутый, потому что он был талантлив и преодолен, но он, конечно, естественно, не человек из будущего, он родился в 1452 году в местечке Винчи, в семье Натальюса. О чем есть исторические свидетельства, это, например, запись его деда Натальюса, который все досконально записывал, он тут привел, когда это случилось, и список гостей, я их тут не приводила. Но очень много гостей, около 15 человек, которые пришли на его крещение, на крещение Леонарда. То есть в дальнейшем сведения, которые подтверждают, что он совершенно реальный человек, это такие, так называем, ампарные книги, где он числится на иждивение у своей семьи. Значит, следующий миф, это о том, что рукописи Леонарда, они такие, правда, очень загадочные, таинственные, и вообще там много всяких загадок и тайн. Вообще, рукописи Леонарды стали популярны в конце 19 века, тогда они были открыты для широкой публики, их начали исследовать ученые, начали они издаваться, максимильные издательства появились, переводы появились на разные языки, на французский, на английский. Вот их приведено две странички рукописи, одна из них Леонарда, другая нет. Вот. В принципе, миф о том, что они какие-то загадочные, возникают у тех людей, которые, в принципе, никогда не сталкивались вообще с рукописами ученых, которые работают в таком режиме нон-стоп и записывают что-то, рисуют. Вот страница, которая справа, это страничка из записной книжки Ньютона. Она, в принципе, даже некоторые темы, например, связанные со зрением, они у Леонарда повторяются с ним. И не только Ньютон, другие ученые, у них очень схожая манера к день и вот такой вот нон-стоп записи. Единственное, конечно, что их отличает, например, от Леонарда, например, Леонарда не отличает, это то, что он писал левой рукой, он был левша, и он писал очень зеркально. Но это вот тоже есть простое объяснение. Во-первых, если детей не переучивать, левшей, они могут таким образом писать, для них естественная манера. Во-вторых, Леонарда был незаконно рожденным, и его воспитанием и обучением, в принципе, заниматься не было никакого смысла. Он не мог пойти по стопам своих родственников, деда, отца, которые были нотариусом. Это была престижная профессия, высокооплачиваемая, криминальная в какой-то моменте. Поэтому его просто не учили. То есть, например, на картине мальчик, читающий Цицерона, нарисован мальчик однозначно, который из хорошей семьи, законной рождения. Но он весь хорошо одет и читает себе спокойно Цицерон. У Леонарда таких возможностей не было. Его отдали учиться в мастерскую вироке, как вы, наверное, знаете, просто художником. Он не получил формального образования никакого, потому что просто у родных не было смысла тратить на это деньги. Писать он, естественно, нормально умел, но, возможно, он учился этому самому, что он, например, латинскому учился позднее. То, что касается рукописи самих, есть вот сайт замечательный на нано-диджитал. Там выложены все абсолютно рукописи Леонарда, которые вы можете приблизить, рассмотреть досконально. Из этого нет никакой тайны. Абсолютно все рукописи сейчас доступны. Над этим ученые потрудились. И вы всех можете изучить. Следующий миф, который появились позднее, это те, которые касаются его личностных особенностей. Например, в начале 2000-х начало популярное такое направление, как тайм-менеджмент, планирование. И на основе этого было выпущено много книг. В том числе стала популярна идея полифазного сна. То есть это когда человек спит определенное количество минут в сутки и не спит, как мы, обычно ночью. Да, ложится вечером, встает утром. Это, конечно, сомнительно вообще с точки зрения науки, но вот туда же и припели Леонардо. То есть просто авторы вот этих вот книг по полифазному сну, они проиллюстрировали свои книги, абсолютно на чем опираясь, таким знаменитым именем, как Леонардо Винчи. Просто, так сказать, для популярности, для того, чтобы у людей, которые книги читают, не оставалось никаких вопросов по этому поводу. Леонардо спал 20 минут, кажется, 4 часа. Какие у вас все могут быть вопросы? Значит, следующий миф, который огорчит, возможно, некоторых моих друзей, это то, что Леонардо был вегетарианцем. Это тоже популярный миф. Он возник тоже сравнительно недавно, в 2000-х годах. Тоже у него такой же механизм, как у мифа с полифазным сном. Просто взяли популярную личность. Правда, тут еще как бы сыграла роль книга Мережковского, о которой мы поговорим позднее. Но вот суть та же самая. Леонардо, он не был осознанным вегетарианцем. И если мы вообще поговорим о том, что ели в это время, в эпоху Возрождения, то бедные люди, по сути, они так и так были вынуждены вегетарианцами. Мясо было очень дорого, и люди небогатые, как им, например, мог быть Леонардо во время обучения в мастерской, или когда у него были финансовые трудности, он мог не есть мясо, потому что мясо было очень дорого. Или в основном каши, бобовые, хлеб. То есть это был основной рацион в бедняках, там не было никакого мяса. А при дворе, например, когда Леонардо жил в Милане, то описание обычной терапии состоит из 15 блюд. И только 10 из этих блюд, кроме сладостей и парочек салатов, это мясо. Мясо, мясо, мясо. То есть он, например, жил в Милане, в Флоренции, он был вынужден есть мясо, просто потому что не было супермаркетов. Он ел то, что давали, готовили то, что можно было купить. Поэтому, возможно, он еще питался более скромно, когда он уже был в преклонном возрасте, потому что у него были проблемы со здоровьем. Но осознанным вегетарианцем он, к сожалению, не был. Следующий миф, который появился, в принципе, сразу же, когда рукописи Леонардо стали известны, и до этого, когда все картины его были популярны еще и при жизни его, естественно, это о том, что Леонардов был очень религиозным человеком. Он религиозным человеком, но в понимании католических ученых, естественно, не был. Тут я привела несколько цитат, я надеюсь, они видны. Он был очень негативно настроен против церкви как института. Он считал все обряды, во-первых, нелетными, во-вторых, его расстраивало, например, то, что как вообще отображается, как художник его расстраивал то, как религия вообще преподносит людей. То есть то, что, там, «Угу, я вижу Христа снова распятым», людей страдающими, там, цветых. То есть сама тоже эта церковная вся мишура ему не нравилась. Кроме того, он очень негативно отзывался и о священниках-представителях церкви. Он считал их как жуликами. У него есть несколько анекдотов, например, про священников, как, например, священник шел и увидел женщину, которая полоскает белье в холодной воде, и у него вот эти ноги покраснели. И он к ней прижался и говорит, что это у тебя такое? Она говорит, это огонь жжет мои ноги. Он говорит, ну, дай мне тогда сожечь в этот огонь свою свечу. То есть такие как бы скобрезанные вещи. Он не стеснялся совершенно писать про духовенство. И совершенно как бы этим не глушался, открыто выступал. Почему тогда... Ну, почему тогда вы спросите картину или анригиозные темы? А потому что в то время как бы на другие темы никто ничего не рисовал. Это была самая популярная книга, Библия. И в каких-то других книгах они только начинали появляться. Какие-то трактаты они... Например, книга одна стоила столько, чтобы вы могли купить лошадь. То есть это было очень дорого. Вы не сейчас как бы пошли, так купили себе последнего Чака Палагика, да? И вам это совершенно ничего не стоит. А тогда это было очень дорого. И Библия была везде. Вы могли прийти и опечатать церковь, и все знали библейские сюжеты. И заказывали библейские сюжеты. Церковники были богатые, они заказывали тоже себе эти картины. Вот. Поэтому как бы у него очень много картин на религиозных темах. Но он не был абсолютно как нерелигиозным. Он был к концу жизни последователем телеологии. Он увлекся галеном, когда это римский медик, когда увлекся анатомией. И это телеология, это учение о том, что бог как бы направляет природу в правильное русло. То есть природа, она разумна. И, например, там у кошки дырочки в шкурке, потому что там у него глазки. То есть он как тоже в анекдоте. То есть это все как бы объяснялось разумной природой. То есть он придерживался этой теории к концу жизни. И я не могу ее не назвать совершенно нерелигиозной. Все-таки у нее как бы оттенки какой-то религиозности есть. Следующий миф это о Монне Лизе. Монне Лизе была очень популярна еще только при жизни. Например, писал Мазарь и другие биографы Леонардо. И вообще в своих воспоминаниях люди писали. Картина, конечно, произвела впечатление. Но просто как качественный продукт. Но в 1911 году картина украли. Как вы, наверное, знаете, может быть. Ее украли. И поднявшись вокруг этого шумиха. Два года картины не могли найти. Поднявшись вокруг этого шумиха. Дала мощный толчок к созданию целой кучи мифов. По поводу этой картины. Которая продолжается до сих пор. То есть, например, миф о том, что тут, возможно, изображена его мать. Это как бы дело Рукфрейда. То, что его ученик тоже появился в это время. В начале 20-го века. Образ Бога тут даже люди ищут. То есть они совмещают как-то там части картины. И получившихся чузиков относят к тому, что это якобы Леонардо. Ну что, это что-то провал. Инопланетяйину вот нашли. Это в 15-м году, например. Мы тоже соединили какие-то части картины. На самом деле, это простая обычная женщина, которая жена торговца тканями, Франческо Дель Джагонда. У нее было несколько детей. Совершенно обычная женщина была бы в шоке. Наверное, если бы знала, сколько про нее говорили. Ну, еще Кода Довинчи, конечно, подбил масло в огонь, который там тоже приплет за бедному вылезу. Тайны вечера, которые больше всего досталось от Кода Довинчи. Оттуда пошел миф о том, что у нее там что-то шевно. А именно тот миф, что рядом с Христом это не Иоанн, а это Мария Магдалина, которая якобы была женой Христа. Ну, во-первых, как бы, я тут опираюсь не на свои качества исследований, по поводу того, что я скажу. Как бы, есть женщина, Шарль Юн, исследователь, историк. Она пишет об этом, что, во-первых, нет никаких религиозных источников, что вообще такое было, что была Мария Магдалина, как путь из Христа и так далее. А традиция изображения Иоанна женственным, я посмотрела по теории живописи, по истории живописи, она всегда такая была. Он иногда даже изображался, как склонившийся на грудь Христа, заснувший. Да, потому что он самый младшенький, самый, как бы, уставшенький, весь такой бедненький, несчастненький и худенький. Вот, например, даже на эскиде Леонардо «Тайный вечер» мы тут тоже женщину не видим, тоже вдогонку того, что нет там никаких Марии Магдалин, это просто роспись залов трапезной, где кушали монахи. Следующий бутырианский человек тоже пошел в Мифо-отход до Винчи, популярность приобрел, но и до этого, как бы, были о нем и говорили, но они заложены в самой книге. Это иллюстрация к трактатам «Труве», 10 книг в архитектуре. Вот, например, иллюстрация к этой книге. Вот, вот. И вот, собственно, иллюстрация Леонардо до Винчи. Что вы тут про него говорили? Говорилось, ну, в какой-то до Винчи говорилось о том, что лежавший на полу этот убитый профессор, он символизирует заключенные в круг какой-то женской охраны, в общем, человека и что-то вот в общем-то вроде. Другие создатели мне вписали, что это пропорции Бога, это пропорции всей Вселенной. Но на самом деле это просто иллюстрация книги. Это все равно, что если вы взяли, там, не знаю, иллюстрацию из учебника геометрии и сказали, вот здесь пропорции Бога, смотрите, все там, тут заключенные смыслы из Вселенной. Это просто отлично выполнена иллюстрация с оттенком уже заключавшегося в книге у Витрубия касательно пропорций человека. Была такая теория микро- и макрокосма, все-таки с античности. То, что, как бы, наш мир, он является отображением в человеке. То есть, например, кровь — это реки, там, кости — это горы. Здесь она тоже имеет место быть, Леонардо в нее верил, но это просто древние античные представления, которые он также перенял. Никакого-то женского начала, охраняющего голову мужчину, нет, конечно. Следующее тоже тайное общество — это возникло тоже в начале XX века, что Леонардо — член тайных обществ. В общем, жуткий масон и вообще резингрейцы. Но самые популярные — это приорит Сиона, который тоже, спасибо, Груду да Винчи и масонство. Ну, приорит Сиона вообще никак не мог участвовать, потому что эта организация была зарегистрирована во Франции в 1956 году. То есть, тут вообще никаких вопросов нет. А вот то, что касается масонства, тут, как бы, во-первых, нет вообще никаких записей, Леонардо об этом. Ну, если мы даже прикинем и скажем, ну, тайное общество, он ничего об этом не писал, да? Вообще, сама специфика масонства Леонардо была бы непонятна, потому что он был человеком асоциальным. А масонок интересовали политические вещи, и их интересовала какая-то вербовка знаете. Леонардо, во-первых, с Анатой не общался, он был на законной рожде, наверное, он с ними общался постольку-постольку, потому что он на них работал. Во-вторых, ему не были неинтересны совершенно какие-то политические вещи. Например, когда французы захватили Милан, он, ничтоже сменяющийся, он просто начал с ними сотрудничать. Для него это ничего не значило совершенно. Он не был каким-то там жутким патриотом или каким-то плетущим внутригой человеком, он просто хотел жить и работать. Самым главным для него было в то время наука. Ну, он состоял, как бы, в своей жизни в обществах открытых все равно. Это, естественно, была мастерская, которую он сам создал, школу Леонардо да Винчи. И перед смертью, за 4 года до смерти, он вступил в священное братство Иоанна Флорентийского, которая занималась погребением людей. И он туда вступил, скорее всего, чтобы его достойно погребли. Но вот тот факт, что как бы он там состоял, это исторический факт. Есть об этом свидетельство. Следующее, значит, то, что касается изобретений. Заключительный миф. Изобретение школы. Я тут взяла только два мифа. Первый — это два изобретения, которые Леонардо да Винчи не имеют никакого отношения. Это велосипед. Значит, велосипед. Даже до сих пор я смотрю в нескольких детских книжках или книжках Леонардо да Винчи, до сих пор упоминается как изобретение Леонардо. На самом деле, это классификация, сделанная в 1960-х годах. Здесь, на самом деле, на листе было два круга, которые какие-то неизвестные шутники перерисовали в велосипедах. Потом, значит, следующий — это грифтикс. Опять спасибо, код да Винчи. Самые близкие, что поклонники всяких теорий за год называют... Ну, прототипом, да, грифтикса. Это вот этот лист из кодекса Арундала. На самом деле, Марио Тадей — это современный след Леонардо, который занимается 3D-моделированием его всех изобретений. Он ответил на этот вопрос, что здесь изображена попытка создания вечного двигателя у Леонардо. Никакой грифтикс, грифтикс он не изобретал. Нет ни единой строчки по ней. Единственное вообще изобретение Леонардо, которое при жизни пользовалось популярностью и вообще пошло в какие-то массы, это колесовый замок. Колесовый замок для стрелковых орудий. Все остальные его изобретения, они никуда не пошли дальше его рукописием. Возможно, он их кому-то и показывал, конечно, но никак они не воплотились в жизнь. И в заключение я вам хочу сказать, как бы моя цель не только рассказать вам о том, какие есть мифы, а еще некоторый такой философско-методологический посыл. Вы видите здесь трех людей, одного из которых вы знаете, это же Ахарго. В общем, вначале эти все люди жили на рубеже 19-20 веков. И это густовое изделие. Он занимался исследованием Леонардо да Винчи и вел переписку с Дмитрием Сергеевичем Мережковским, который когда-то написал «Кристос антихрист-трелогию», в которых называется «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Значит, он базировался в своей работе на научно-исследовании густовую землю, который совершенно даже не подразумевал, до чего их использует Мережковский. А Мережковский писал художественные произведения. Так как в то время была грань между наукой, она размытая, и у них, например, не было каких-то возможностей других посмотреть о Леонардо сведения, потому что на эту посту пришлось бы ехать в другую страну даже, да, и платить большие деньги. То он опирался в своем очерке одно раннее воспоминание о Леонардо да Винчи, который вышел в 1910 году через 10 лет после книги Мережковского. Он опирался на книжку Мережковского. И это собирало с ним злую шутку, потому что, во-первых, было переведено неправильно. Там был сокол, переведен как гриф. И он построил на этом целые несколько абзацев теории, то, что гриф — это египетский иероглиф, связанный с материнством. В общем, и все тоже в этом духе. То есть просто как бы один человек воспользовался научными трудами другого, сделал книжку, какую-то такую дикую смесь из науки и художественного вымысла. И, конечно, у него, к сожалению, не было возможности проверить эти данные, он как бы... получилось так, что он написал неправильные вещи. Поэтому мой вам, так сказать, посыл. Во всем всегда сомневайтесь, проверяйте любую информацию, не верьте даже мне то, что я вам сейчас сказала, да? Проверяйте — все. И вот еще несколько книжечек вам на прощание, которые я рекомендую тем, кто в общих чертах хочет познакомиться с жизнью творчества Леонардо Винчи. Это Чарльз Никол, «Полёт расом», Александр Висози, Леонардо Винчи, Мартин Кэмп Леонардо, Бетти Ландрус, там по всеми документы содержатся, ее можно купить совсем недорого. И книжка о чистом изобретении, там шикарной 3D-модели, как раз это Мария Тады. Ну и приглашаю вас в группу ВКонтакте, которую я веду с девушкой с Леонардо Винчи групп. Спасибо большое за внимание.